Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, приветствуйте, Сергей. Ну что, давайте-ка поговорим об истоках того, что происходит сегодня в Америке. Да, Сергей, действительно, мы уже не в первый раз возвращаемся к тому, что происходит сейчас на бывающих улицах городов США. И после констатации всех фактов и тех первых реакций, которые поразили и потрясли американское общество, да и не только американское общество, но и весь западный мир, в общем, пришло время немножко попытаться сделать анализы, углубиться и посмотреть, откуда всё это идёт. И сегодня я хотел бы рассказать о одном из предвозвестников или, может быть, предтеч интеллектуальных предтечи, вот этого безобразия и погрома, который сейчас выплеснулся в Америке, рассказать о профессоре Эдварде Саиде. Тем более, что, в общем, примерно 20 лет назад, 3 июля 2000 года, на израильской границе с Ливаном произошёл приметный инцидент. Собственно, в тот момент он как раз мог показаться совершенно неприметным, хотя и странным, но вряд ли заслуживающим особого внимания. Теперь, однако, в 20-летней перспективе становится ясно, что это был очень важный момент, предвосхищающий нынешние трагические события, этакий предвестник насилия Черни, выплеснувшийся нынче во многих городах и частях Америки. В тот день профессор Колумбийского университета Эдвард Саид был сфотографирован на контролируемой Хизбаллой ливанской стороне границы с Израилем, бросающем камень в сторожевую вышку армии обороны Израиля, расположенную в 30 метрах. Я напомню для наших слушателей, Эдвард Вадис Саид родился в 35-м году, умер в 2003-м году в Нью-Йорке. Это был такой американский гуманитарий арабского происхождения, протестант, литературовед. Он родился в Иерусалиме, но почти сразу его семья переехала в Каир, где, собственно, он и вырос, а затем переехал в Америку и дальше пошел по гуманитарной стезе, прославившись в первую очередь своим трактатом «Ориентализм». Это самое известное произведение Саида, в котором он фактически отменил всю западную науку, исследование о Востоке и исламе. Но давайте по порядку. Умерший в 2003-м году в Нью-Йорке Саид не был просто профессором. Среди левых интеллектуалов он слыл суперзвездой. И более того, он был одновременно и профессором, и членом, если сказать, боевиком террористической организации. Саид имел не только академический пост в американском ГУЗе, но и являлся членом так называемого Национального совета Палестины, официального руководящего аппарата террористической группировки Организации освобождения Палестины. И вот тот поступок 20-летней давности, кидание камня с территории Ливана в сторону Израиля, уже после того, я напомню, как Израиль ушел с территории Ливана, оставил Хизбалле фактически, это несчастное государство, которое сегодня мучается в агониях и умирает из-за инфляции и того беспорядка, который создала Табхизбалла. Так вот, этот поступок, я уже сказал, мог показаться странным, ведь, во-первых, ООП якобы тогда отказалась от террора еще за 7 лет до того, как оно вступило, еще за 7 лет до того, потому что в тот момент, когда ООП начали мирный процесс, так называемый мирный процесс с Израилем, они заявили, что они отказываются от террора. Правда, это было только на словах, потому что, на самом деле, именно тогда террор со стороны палестинских арабов разросся до кошмарных масштабов. Количество израильтян, убитых палестинскими террористами, именно в тот период с 93 по 2000 год, было больше, чем за все предыдущие 15 лет. Два месяца спустя, или там чуть меньше, началась война, которая переплюнула и этот период террора. Это была война с Арафатом и его боевиками, в которой погибло огромное количество евреев тоже. Но сам Саид, надо сказать, назывался мирным человеком. Зачем же он решил-то фотографироваться бросающим камень в израильских солдат, которые защищали свою границу? Чтобы понять действия тогдашнего Саида, необходимо уяснить его интеллектуальную позицию. Напомню, областью его профессиональной научной деятельности была сравнительная литература. Но Саид стал знаменит благодаря работе, не имевшей ничего общего с этим предметом. Как я уже сказал, в 1978 году Саид опубликовал трактат «Ориентализм», этакий полемический анализ западного изучения арабского и исламского миров. Работа Саида стала каноническим текстом для постколониальной школы исследования в Американской академии. И она отрицала, по сути своей, всю западную науку об исламском мире. И в более широком смысле она отрицала вообще саму способность, если не сказать право, западных ученых изучать другие регионы и народы мира. В своей книге Саид охарактеризовал все западные, особенно американские, научные исследования об арабском и исламском мире как одну и большую теорию заговора. Цитируя исследователя Ближнего Востока Мартина Крамера в его работе «Башни слоновой кости на песке. Права у ближневосточных исследований в Америке», которая была опубликована 19 лет назад, можно сказать, что Саид, фактически резюмируя идею Саида в ориентализме, Саид утверждал, что западное изучение арабского и исламского мира представляет собой выражение белого превосходства, сформулированного Западом для оправдания своего господства над Востоком. И, по сути дела, по словам Саида, начиная с эпохи Просвещения и до настоящего времени, высказывание любого европейца о Востоке было расизмом, империализмом, и оно было целиком этноцентрическим, то есть как бы ставило во главу белую расу и европейскую цивилизацию, а все остальные типы варвар. Сразу после своей первой публикации ориентализм вышло широкое научное обсуждение, и реакция исследователей была на удивление дружной, как те, кто был атакован и осуждён в книге Саида, так и те, кого он даже не поддерживал, отвергли и его тезисы, и его аргументацию. И это, в общем, понятно, потому что основой посыла Саида была очень ясная цель. Науку, как таковой, основывающуюся на фактах и свидетельствах, надо признать недействительной в пользу нарратива, то есть контекста, как бы идейного контекста. Очень марксистский подход, но мы с вами понимаем, что всё это восходит, конечно же, к марксизму, к Советскому Союзу, который подкармливал всех этих псевдоинтеллектуалов. И, безусловно, это всё начиналось именно оттуда, и поэтому, конечно, мы сразу, люди, получившие какую-то базу интеллектуальную или образовательную в Советском Союзе, сразу начинаем чувствовать эту идею. Так вот, по Саиду вся западная, особенно американские, все западные, все американские исследования о незападном мире по своей сути неизбежно являются растистскими, а потому, конечно же, совершенно не имеет значения, насколько хорошего человек освоил этот предмет. Ничто из того, что он сделал, или сделать не будет заслуживающим доверия. То есть, понятно, да, если мы говорим, что вся наука о изучении Востока и ислама, она, это расизм и империализм, то всё, кто в ней работает, естественно, становится расистами и империалистами, и слушать их бессмысленно. По сути, ориентализм стал таким призывом к оружию против здравого смысла. Для студентов, надо сказать, как тогда, так и сейчас вот этот образ мысли, хотя, может быть, правильнее было бы назвать его образом отсутствия мысли, который был предложен Саидом, выглядел крайне заманчиво. Ведь основная идея состояла в чём? В том, что все заслуженные и знаменитые исследования по исламу, равно как и Азии, и Африки, и Латинской Америки, даже хуже, чем ничего. Ведь любой белый американец по определению агент зла, как мы знаем, в последующие годы академические сферы, в которых антиинтеллектуальные предписания Саида объявили белых американцев изначально профессионально непригодными для работы, они значительно расширились. Теперь, среди прочего, они включают и исследования американских негров, и гендерные исследования, и трансгендерные исследования. С другой стороны, студенту любого уровня, который принимает эту постколониальную позицию Саида, автоматически присваивается статус эксперта, обладающего моральным и интеллектуальным превосходством, посвятившему свою жизнь изучению этого предмета. Понимаете, насколько это похоже на всю эту Лысенковщину, которая процветала в Советском Союзе время от времени, когда новоявленные, новориши, приходившие в науку, такие иконыны варвары, дошедшие до библиотеки Александрийской, они объявляли просто всю старую науку идейно несостоятельной, и, соответственно, они становились экспертами интеллектуала. И вот сформировалась эта постколониальная школа, в которой незнание вознаграждается, напротив, классические знания объявляются несостоятельными и очерняются. И сила теории заговора, как мы понимаем, она как раз заключается в непроницаемости для фактов. Заговор имеет встроенное объяснение всех своих многочисленных противоречий. Любой, кто ставит с подсомнением мировоззрения заговорщиков, объявляется представителем класса угнетателей. И в случае с Аидом стоит вам лишь только усомниться в верности постколониальной школы, вы будете сразу же объявлены расистом, если вы белый. Ну, а если вы не белый, то тогда вам скажут, что вы коллаборционист и слуга расизма, раб расизма. Как сказал Байден недавно, все, кто за меня не голосует, не являются черными. И это напрямую приводит нас к политическому насилию. Саид тогда, вот 20 лет назад, он попытался отмахнуться от критики своего метания камня. Мол, это всего лишь много шума из ничего. Но у израильтян уже тогда были совершенно другое мнение по этому поводу. Так, например, израильский телерепортер Денис Зин, который освещал деятельность метателей камней на границе, когда Саид тоже бросил свой камень, еще тогда рассказал, что ничего случайного или символического в действиях Саида не было вовсе. По словам Зина, это место, где Саид бросил свой камень, было место межедневных провокаций и атак. Ливанцы выстраиваются в очередь и ждут, чтобы бросить свой камень, подвергая опасности как солдат и как гражданских лиц. Я напомню, это еще было до войны с Хизбовой 2006 года. Зачем Саид это делал? Что пытался сказать знаменитый профессор, бросая камень в израильтян уже через границу? Ответ можно сформулировать на двух уровнях. Во-первых, имело значение членство Саида в ООП, в Организации Освобождения Палестины. Ведь Организация Освобождения Палестины была не просто инкубатором современного террора. Я напомню, это та самая организация, которая познакомила мир с захватом гражданских самолетов и взрывами автобусов. Все это было, конечно, подготовлено КГБ. Организация Освобождения Палестины была выращена и создана КГБ. Из египетского буржуа Арафата создали отца и лидера палестинского народа. Но, по сути дела, это были именно они, кто принес в мир захват гражданских самолетов и взрывы в автобусы. И они же были первопроходцы симбиоза политической войны с террором. Как мы бы сейчас сказали, гибридной войны. Тогда главарь ООП Ясир Арафат заявлял, что недостаточно просто убивать израильтян или евреев. Право евреев на государство, по сути, на саму жизнь должно быть лишено легитимации и криминализовано посредством политической войны. То, что, собственно, сегодня стало уже общим местом. Когда лишается легитимации сам факт существования Израиля и криминализуется сам факт его попыток защищать себя от врагов. Для Арафата политическая война и террор изначально шли рука об руку. Это дело продолжил, как разумеется, обумазанный все последующие арабские, исламские террористы. С точки зрения Арафата цель политической войны делегитимация и криминализация по сути расчеловечивания избранной жертвы, которые должны были в итоге обеспечить возможность и законность ведения террористической войны, целью которой, в свою очередь, становилась физическая ликвидация всего общества противника. Ведь мы много раз об этом говорили. Арабам предлагались, палестинским арабам предлагались очень хороший условий. Почему они никогда не соглашались ни на что? Потому что изначально их целью не было создание действительно арабского государства. Это та ложь, которую развеял план Трампа, показав во всей красе, насколько действительно им не нужно палестинское государство. Все, что им нужно, это ликвидация Израиля. И поэтому любой план, который не подразумевает ликвидации Израиля, он, конечно, неприемлем для лидеров палестинского движения. Так вот, на самом деле, для Саида метание камня в Израиль являлось сигналом к тому, что следует начинать следующий этап битвы против Израиля. Напомню, Израиль ушел тогда из Ливана, и мирный процесс, в кавычках, мирный процесс, он уже, так сказать, достиг своего некого логического завершения, уже у Арафата были позиции, его армия находилась внутри Израиля, в Иудеи и Самарии, в Газе, и как бы нужно было начинать уже переходить к ликвидации Израиля как такового. Примечательно, что вот эта террористическая война Арафата против Израиля, она началась всего два месяца спустя, как я уже сказал. Но в более широком смысле поддержка Саидом войны палестинских террористов с Израилем была частью куда более масштабного постколониального джихада, который ООН вел против Соединенных Штатов Америки. И объявляя американских профессоров расистами и империалистами по определению, по натуре своей, он стремился лишить их самого права изучать и понимать мир. На самом деле эту идею потом активно внедрял Обама. Он пытался убедить нас в том, что как бы расистская сущность Америки, она встроена в саму Америку, то есть нельзя исправить, можно только разрушить. В итоге ориентализм, возвращаясь к Саиду, стал основой для гораздо более широкой кампании в университетских кампусах за делегитимацию Соединенных Штатов как политического образования как такового, расистского с точки зрения ориентализма по своей сути. Ведь целью интеллектуального нигилизма всех подобных поборников преобладания нарратива над фактами, недавно об этом Байден опять говорил, что дело не в правде, а как-то он красиво так завернул, но было понятно, что зачем нам факты, к черту факты, если они мешают нашей идее. Так вот, преобладание нарратива над фактами, разумеется, эта идея состояла не в том, чтобы оставить студентов в неведении, а в том, в том, как все на самом деле было. Речь шла о манипулировании студентами для привлечения их к участию в политическом насилии против Соединенных Штатов, потому что согласно этому подходу американские исследователи по своей сути расисты, исследовательно-злодей, просто потому, что сама Америка по определению является злом, то единственное правильное, что необходимо сделать, это использовать насилие, чтобы ее уничтожить. И в этом смысле швыряние Саидом камня в Израиль 20 лет назад было неизбежной и желанной конечной точкой всей его антиинтеллектуальной, конечно, не интеллектуальной, а антиинтеллектуальной деятельности. А теперь эта конечная цель стала реальностью на улицах великих городов Америки. В этом смысле действительно Саид может гордиться тем, что он был одним из тех, кто, собственно, подготовил эту почву и вылил этих гоблинов и орков на улицы Америки, превращая плод западной цивилизации в страну, переживающую сейчас один из тяжелейших своих кризисов. Открытый диалог с Александром Непомнящим Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон студии по-прежнему 847-400-5200. И, обращаясь к предыдущей теме, я не знаю, помните вы или нет, но Коммунистическая партия Советского Союза всегда, так сказать, ставила одной из своих целей и задач борьбу за права негров. Вы помните движение за освобождение или поддержку Анжелы Дэвиса. И вот... Я скажу... Прошу прощения, Сергей, я скажу больше. Действительно, поддержка... Борьба шла в лучших традициях сегодняшнего дня. Действительно, не столько защищали самих негров, точнее, не столько действительно стремились к тому, чтобы избавиться от тех пережитков расизма, которые действительно существовали в Америке до недавнего времени, сколько пытались раскачать американских негров против Соединенных Штатов Америки и точно так же пытались задействовать и индейцев. И вот даже весь этот романтизм про индейцев и ковбоев, на котором росло целое поколение советское, фильмы, которые снимали в ГДР и Югославии, это было частью на самом деле попытки романтизации индейского населения с целью потом вовлечения его в эту революцию. Просчитались, только как бы индейцы совершенно не были готовы к этому. Но вот у африканцев, у негров это сработало. Да, и давайте мы попробуем принять звонок. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. У меня к Александру такой вопрос. Несколько недель тому назад мы видели, как Натани Ягов плакал, он перед народом края, что юридическая система не позволяет ему, так сказать, и деньги получить на оплату адвокатов и очень предвзято к нему относиться. И вот Смотрич вынес такое предложение, чтобы разобраться с юридической системой. И тот же Натани Ягов и Центр Ликуда не пришли на голосование. Как бы спрятались как мыши. Так в чем же дело-то? Когда была правда? Сначала или потом? Я послушаю по радио. Спасибо. Спасибо. Правда была все время. Я понимаю по тону вашего вопроса, что вы хотели уесть Натани Ягову, но здесь я вам объясню, почему ваш посыл немножко мимо. Дело в том, что действительно, безусловно, в последний год мы стали свидетельствами очень серьезной войны, которая идет между как бы законодательной властью, то есть Кнессетом, и судебной властью, то есть Верховным судом. И речь на самом деле идет не столько даже о войне, сколько о попытке законодательной власти, то есть Кнессета, то есть избираемой власти, защитить свои полномочия, которые были узурпированы Верховным судом. Верховный суд на протяжении многих лет, используя как бы слабости политической системы Израиля, подгребал под себя все больше полномочий, пока фактически полностью не заменил собой и судебную власть, и исполнительную власть, то есть подчинил их своему контролю, что является безусловным перекосом. И вершина этого беспредела стала, конечно, или как бы может быть наиболее символическим действием преследования Натаньяу за абсолютно выдуманным, надуманным поводом, когда его хотят засадить в тюрьму, по сути дела за то, что они придумывают сами преступления, потому что преступления там никакого не было. И действительно Натаньяу стал в каком-то смысле символом борьбы против юридической клики. Опять же, не против юридической системы, а против клики, которая забрала себе чужие полномочия. В этом контексте следует, безусловно, рассмотреть события последней недели в Израиле. Это очень интересная ситуация. Действительно, представитель оппозиции Бицелель Смотрич, человек, которого я очень уважаю, несмотря на то, что последний год он был одним из тех, кто вел себя очень по-детски, инфантильно-политически и в итоге, в общем, во многом стал причиной того, что Ямина сейчас в оппозиции. Так вот, Смотрич предложил законопроект о том, чтобы была создана комиссия, которая будет рассматривать противоречия в деятельности судей, потому что очень часто случается, что студии начинают выносить решения по вопросам, в которых они должны были бы взять самоотвод, потому что там у них родственники ближайшие, не очень близкие, или даже собственные интересы, какие-то бизнес-интересы замешаны, и они считают, поскольку они себя считают хозяевами страны, то какие глупости? Ну да, это мой бизнес, я буду о нем решать сейчас, выносить судебное решение, а кто мне помешает? И Смотрич предложил, давайте вынесем такой вот законопроект, чтобы комиссия проверила судей на то, чтобы у них не было противоречий интересов, когда они выносят свои решения. И, конечно, они встретили это в стыке, когда как он смеет, и представители левых начали кричать, что никто не посмеет нарушать как бы нарушать свободу наших судей судить свободно. Это, безусловно, и тавтология, и нонсенс, потому что никто не пытался нарушать их, отбирать у них возможность судить свободно. Речь шла о том, чтобы они не просто, ну как бы, не входили в противоречие, то есть немножко-немножко притормозить их взорвавшийся аппетит. И действительно, поскольку внутри коалиции, как мы помним, находится группа Ганса, которая занимает ровно половину мест правительства, поскольку такого была часть соглашения. На это соглашение пришлось пойти на Таниал, потому что не было другой возможности, или мы шли бы на четвертые выборы, и нужно было брать Ганса и как-то с ним договариваться. То вся эта компания, которая является фактически лобби Верховного суда внутри правительства, стала говорить, что если будет этот закон вынесен, и если его поддержит Ликут, то это будет развал коалиции, и пойдет правительства. И здесь мы увидели действительно, как сначала Ликуте сказали, что кто как хочет, пусть так и голосует. Потом стало ясно, что те Ликутники, которые не проголосуют за этот законопроект, они вызовут удивление и возмущение у своих же избирателей, потому что избиратели говорят, конечно, это правильный закон, окей, смотрят сейчас в оппозиции, но нужно его поддержать, потому что это закон, который хоть немножко сдержит суть. Это видение как бы прямое, не берущее в расчет сложность политической ситуации. То есть, окей, мы сейчас бросимся с шашкой на голову в атаку, и пусть рухнет коалиция, пусть так и не случится ничего с суверенитетом, к которому, так сказать, мы сейчас подходим с таким трудом, и ведется колоссальная работа, пусть все кругом горит огнем, мы пойдем на новые выборы, но зато проведем этот законопроект, даже не закон, только законопроект, пока он станет законом, пройдут годы, и может быть, следующие выборы, и вообще там все поменяется. Так вот, Натаньяу, как я понимаю, опять же, он мне не докладывается, но как я вижу ситуацию, принял решение сейчас прокатить этот законопроект, потому что, во-первых, да, смотря через оппозиции, Натаньяу на них злится, потому что они его, в общем-то, они повели себя как дети инфантильные, не захотели войти в коалицию на нормальных условиях, стали требовать себе золотых гор, которые он просто не мог им дать, потому что, сейчас это не время выскакивать шашкой на голову и убиться с судьями в таком лобовом вопросе, который на самом деле растянется, это не то, что мы приняли решение и все сразу так случилось, это будет принят законопроект, потом он будет дорабатываться, первое, второе, третье чтение, могут уйти месяцы на это, и оппозиция будет тормозить, и все развалится, правительство, то есть, не так это делается, но голосовать против, проваливать его, ликудники не хотели, большая часть заявила, что она поддержит закон, и тогда, просчитав, сколько нужно, часть депутатов Кнеста от Ликуда, включая Натаньяу самого, они не пришли на это заседание, они не проголосовали против, но и не проголосовали за, в итоге законопроект был прокачен, провалили, прокатили, сказать, что это было хорошо, и что это красиво, и что мне это нравится, нет, я не могу это сказать, сказать, что это был отказ Натаньяу от его принципов, я тоже не могу сказать, потому что он действует по своему плану, и когда под ногами крутятся какие-то люди, даже очень хорошие, неплохие люди, как Плицалец Муточ, но они лезут ему поперёк батьки в пекло, то, что называется, путаются под ногами, он их сметает, иногда это выглядит не так, как нам бы хотелось, чтобы это выглядело, поэтому, безусловно, мне было обидно видеть некоторых депутатов Кнеста, которые от Ликуда, которые избежали этого голосования, ну, скажем так, у Хана он в карантине, у него уважительная отмазка, уважительная причина, он был в карантине, никуда не денешься, Натаньяу сказал, что у него были очень важные дела, и он вообще не пришёл на заседание Кнессета, были остальные, у которых, у кого что, но некоторые просто как бы застряли, скажем так, застряли в туалете, и в это время не пришли, и это не выглядело красиво, но сказать, что это отказ Натаньяу от его позиции, от того, что он сейчас единственный, кто отделяет Израиль от возможности превратиться в страну, олигархию, подчинённую судейской клике, неправильно. Я понимаю, что, к слову сказать, Вигдор Либерман, великий борец за правду, за всё хорошее против всего плохого, который, казалось бы, мог бы поддержать этот законопроект, потому что он ведь тоже за всё хорошее против всего плохого, он тоже против беспредела Верховного суда. Он не только, он да, участвовал в голосовании, но он не только не поддержал, он ещё и проголосовал против, причём он не мог сказать в открытую, что он фактически является частью лобби Верховного суда, потому что Верховный суд держит его на крючке, так мы думаем, мы не знаем, конечно, как на самом деле, но два ближайших помощника Вигдора Либермана сегодня находятся в тюрьме за взяточничество, за казнократство, не за выдуманные какие-то высосанные из пальца преступления, а за конкретное взяточничество и казнократство. Причём, когда им задавали вопрос, зачем крали, они говорили, нам сказали. Теперь совершенно понятно, кто мог сказать людям такого уровня, помощникам Либермана, делать это. Но следователи не задали вопрос, а кто вам сказал? Поэтому Киршенбаум и Годовский пошли в тюрьму, а их босс остался на свободе. Но он остался на свободе, судя по всему, с одной единственной целью защищать интерес Верховного суда. Так вот, Либерман не может объяснить своей пастве своим адептам, которые верят в него как в мессию, что он это делает, потому что он сидит на крючке у судейской клики. И он сказал, что он проголосовал против, потому что он обожает ставить палки в колёса Натанияу и Смутричу. Натанияу как бы не был вообще в этой истории. То есть каким образом он напакостил Натанияу, не очень понятно. Но он напакостил Смутричу, потому что Смутрич с точки зрения Либермана религиозный еврей, а значит он враг всего хорошего, за которое борется Либерман. Поэтому в этой истории очень поучительной на самом деле. Мы видим, кто ведёт себя плохо, кто ведёт себя неправильно. Либерман вёл откровенно себя подло, и он даже не стесняется этого. Он предпочитает говорить, что он мелко мстит и буквально как кошка делает в тапке нелюбимому хозяину Натанияу и Смутричу, нежели признаться в том, что он это делает, потому что он на крючёвах у клики судебской. Смутрич путается под ногами и делает правильное дело, но вне контекста общей политической ситуации. Как лейтенант, который бросается на врага, не понимая, что большое наступление начнётся не сейчас, и сейчас он может только всё сорвать. И Натанияу, который действительно вынужден ставить себя в некрасивую ситуацию и, по сути дела, проваливать вместе с командой своей хороший законопроект только потому, что он понимает всю ситуацию в целом, видит эту ситуацию гораздо шире, через Смутрич. И его интересы не только в этом конкретном направлении, но и во нескольких ещё. Я напомню, самым важным является сейчас суверенитет. Он тоже пробуксовывает. Мы хотели, чтобы уже 1 июля произошло что-то, что однозначно бы закрепило за Израилем земли в Иудеи и Самарии. Этого пока не происходит. Мы не знаем точно, где это забуксовало. Внутри Израиля или между Израилем и Соединёнными Штатами. Всё очень сложно. Но это самая главная задача. И сейчас всё остальное отступает перед этим и кажется гораздо менее важным. Спасибо большое. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. У меня тоже вопрос насчёт Антониягу, но из другой области, так сказать. Как сейчас идёт процесс присоединения Иудеи и Самарии, объявления суверенитета в рамках Израиля. И какие проблемы и о чём продолжают они обсуждать, что они продолжают обсуждать и какие границы собираются они в конечном счёте в общем-то объявлять, если вы знаете. Спасибо большое. Ну, я только что ответил на этот вопрос, я отвечу очень коротко. Судя по всему, сейчас идёт картографирование, то есть точное расписание, какие земли Израиль может объявить уже сейчас своими, а про какие нужно ещё судить, рядить с обумазанными. Это официальное объяснение, почему, так сказать, карты ещё не готовы, мол, поэтому всё протормаживает. Я думаю, что реальное объяснение находится в политике и даже не столько во внутреннеизраильской политике, сколько в неуверенности Трампа в общем контексте того, что сейчас у него происходит внутри страны накануне выборов, нужно ли ему в это ввязываться, это делать. На него оказывается давление как со стороны тех, кто хочет сорвать это, так и со стороны тех, кто объясняет, что он должен идти вперёд с этим решением и только так он может победить. Иначе он как бы потеряет свой статус Трампа, который идёт направо к правильным ценелям и те люди, которые поддерживают его, могут от него отказаться, то же самое верно и в отношении на это. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это же не первая попытка реформировать Верховный суд Израиля по газ, и это ещё произошло, когда вашим министром юстиции была женщина Шакет. И как же себя тогда повёл Либерман? Он тоже так же был на стороне Верховного суда или же был за Шакет? Это мой первый вопрос. И какое же продолжение имело ли продолжение пожара в Иране? Якобы ваши самолёты сбили вот эти ядерные установки в Иране. Спасибо. Окей. Значит, по поводу предыдущей. Действительно, война... Натаньял ведёт уже давно эту войну с Верховным судом, но эта ситуация слишком сложная. То есть как бы бороться с раком очень тяжело, особенно, когда уже метастазы. И в данном случае эта аналогия очень точна для Израиля, поскольку эта клика судейских, она не только подавила очень многих политиков, но она проникла своим влиянием и в структуре чиновничьего аппарата. Поэтому доходило до того, что Натаньял хотел назначить человека, который является главным по назначению государственных чиновников, а ему говорили, нет, мы твоего человека выбросим, а поставим того, кого мы хотим. Это, кстати, Керен Векснер был в этом замешан. Керен Векснер, который сейчас у него большие проблемы, потому что он выплатил 10 миллионов долларов Эхуду Бараку за непонятно что, как раз когда Барак поводировался во главу партии труда и делал это все, кстати, через Эпштейна, того самого Эпштейна, который держал остров для педофилов богатых, а потом внезапно как-то само собой повесился в камень. Или не сам повесился. Так вот, война эта идет давно, и Натаньял, как человек очень опытный, очень хитрый политически, он никогда не бежал с шашкой на голову. Он медленно-медленно передвигал фигуры, пока ситуация не становилась такой, что дальше выходить некуда было. Я могу, не слишком отвлекаясь сильно от ситуации, расскажу вам, однажды, когда я был еще маленьким, я играл в шахматы, я думал, что я хорошо играю в шахматы. Я сел играть со своим одноклассником и как-то через несколько ходов понял, что ходить мне вообще некуда. Оказалось потом, что в отличие от меня, который просто думал, что он хорошо играет в шахматы, у него было уже звание. Он играл по теории. И по теории он очень быстро перекрыл мне все ходы. Вот точно так же пытался поступить Натаньялу, загоняя Верховный суд маленькими шажками, маленькими ходами к своей цели. Это долгий процесс. И поэтому, когда Шакет стала министром юстиции, была возможность действительно провести какие-то реформы. Но она от этого отказалась. Она предпочла продвигать как бы своих, мол, типа, мы сейчас их людей заменим на наших людей, наши люди будут делать все правильно. Не изменить систему как таковую, а продвинуть своих людей. Это была ее стратегическая ошибка. И тогда Либерман, который как бы был тогда в правом лагере, он, в общем-то, он вообще этим не занимался, но его люди не играли против. Наоборот, даже Роберт Элатов, который, кстати, от него сейчас ушел, он тогда был представителем как бы вместе с Шакет, заработал над этим делом. Но с тех пор все изменилось. Что касается взрывов в Иране, действительно, как в миниатюре Хармса, а старушки все падали и падали, вот уже третью неделю в Иране не прекращаются таинственные взрывы. Сегодня, по-моему, был пятый уже за последние две недели. И каждый раз это происходит где-то на военных объектах, связанных с ядерной программой Ирана. И каждый раз это все как бы более и более дерзкие, что ли, атаки. И мы понимаем, что вот то самое ВВС Лифтенштейна, которое до сих пор бомбило иранские позиции в Сирии и немножко в Ираке, теперь как-то переключилось уже совсем на Ирак. И это совершенно ясный посыл иранскому правительству. Ребята, не нужно вам ядерной бомбой продвигаться. Будете продвигаться, будет вот так. И вот уже вторую неделю там происходит вот так. И, по-моему, сегодня очередные два объекта, какие-то взрывы, они сказали, что это была плановая проверка электрической компании, потому что были взрывы, а потом в городе целом отключилось электричество. И они сказали, это такая плановая проверка электрической компании. На этом месте мы заподозрили, что что-то они, кажется, нам не договаривают. Сергей? Понятно. А что там происходит между Грецией и Турцией? Да, это тоже очень интересная на самом деле тема. У нас достаточно времени, чтобы посвятить ей какое-то время. У нас есть 13 минут. Дело в том, что на самом деле начнем с факта. Греция наконец поступила жестко и правильно и поставила заслон на пути мигрантов, которых Турция засылала в Европу. Дело в том, что мы помним, что несколько лет назад Эрдоган подписал с Евросоюзом такой очень выгодный договор. Он сказал так, я не пускаю на вашу территорию мигрантов, до этого он их пускал просто в огромном количестве, практически миллион тогда, если не больше, проскочило в Европу. Я их типа придерживаю, вы за это мне платите. Вы платите, я придерживаю. Конечно, это было нарушение всех возможных прав человека, но когда ЕС это делает, то они сами себе глаз не ковыряют, они только обычно к Израилю и к Соединенным Штатам прикапываются. Так вот, ЕС подписала этот нарушающий права человека договор и выплатила Турции 6 миллиардов евро, а турки за это время некоторое время держали сирийских беженцев, не пускали их в Европу. А потом деньги кончились, Эрдоган сказал, надо еще, европейцы сказали, они обнаглевали ты. И тогда Эрдоган сказал, тогда я вас снова затоплю мигрантами. Но затопить он их может как? Через Грецию. А Греция к этому времени оказывается уже подготовилась. Мы всегда считали, Греция маленькая, страна на юге, бедная, несчастная, европейская, но греки на самом деле, если мы вспомним их историю поведения во время Второй мировой войны, например, едва ли не единственная страна в Европе, которая очень серьезно, может быть, как сербы еще сопротивлялась нацистскому вторжению. К слову, греки активно спасали большие антисемиты просто по определению, потому что два древних народа всегда спорят, кто из них важнее и лучший для цивилизации. Так или иначе, греки подготовились и когда турки к концу зимы, в начале весны начали снова подгонять мигрантов, то Греция задействовала все свои 52 военно-морских корабля для охраны своих островов вблизи Турции и мобилизовала дополнительные войска на суше и заблокировали 10 тысяч мигрантов которые пытались по сухопутной границе перебежать из Турции в Грецию. Некоторые мигранты вообще застряли на ничейной полосе между двумя странами и в итоге были вынуждены вернуться в турецкую часть. 76 мигрантов прорвалось в Грецию, где их судили за нарушение государственной границы по закону и, так сказать, наказали. Правда, турки конечно страшно переполошились. Это же срывается такая сделка, они же уже подсчитывали миллиарды евро, которые они получат от Евросоюза, испугавшегося. Они сказали, что греки обращаются с мигрантами, пытающимися незаконно пересечь границу с Грецией, точно так, как нацисты обращались в лагерях смерти с своими заключенными в Освенции. То есть, ну, сразу все вывалить. Трамп у нас тоже, по-моему, мексиканцев в лагерях смерти мучил. Так вот, турки обвинили в этом греков, но Центральный Совет Еврейских Общин Греции немедленно судил это заявление, вылезли, вовремя вылезли, сказали, нечего вообще такие вещи сравнивать. Вот, потом турки сказали, а все равно 150 тысяч мигрантов успешно пересекли границу с Грецией. Греки посмотрели по сторонам, сказали, 76 есть, 150 тысяч нету. Где они, 150 тысяч? Видимо, они где-то у вас там потерялись. На самом деле, греки сейчас заручились поддержкой ЕС, потому что ЕС, хотя, конечно, больны на всю голову, но когда такое дело, они очень хорошо поняли, что мигранты это большой бардак и приход правых власти. Поэтому они сказали грекам, делайте, что хотите, милиция, дубинки, заборы, нарушение прав человека, все, что хотите, мигрантов видеть не хотим. И греки сказали, не вопрос, сделаем, потому что это их собственный прямой интерес. Они направили отряды спецназа и милиции и военных патрулей и береговые суда и начали патрулировать всю эту границу свою большую, австравную, морскую и сухопутную с Турцией и начали прокладывать 12-километровый забор. Я так очень понимаю, что значит 12-километровый забор, так пишут в прессе, но, видимо, речь идет даже о широкой полосе, граница-то у них гораздо больше, чем 12 километров, видимо, речь идет о широкой полосе, как бы такое вот, как в свое время вокруг Советского Союза было полоса, которую очень трудно пересечь, и там стоят вышки с тепловыми камерами, камеры наблюдения, и греки, так сказать, немножко приободрили, сказали, как только забор поднимется, Турция будет серьезно скомпрометирована в своей способности проталкивать к нам мигрантов. Вот, если это произойдет, Анкара потеряет свой мощный инструмент воздействия на Европу. Вот, греки сейчас находятся почти в открытой конфронтации с турками, и поэтому они не выбирают дипломатических выражений, говорят, как есть. Вот, и действительно, в конце марта турецким властям пришлось вывезти оставшихся мигрантов, которые были собраны на границе, и убрать их оттуда. Но в мае они заявили, что политика Турции в отношении открытых ворот будет продолжена, и предложили, чтобы все мигранты, беженцы, живущие на территории Турции, снова рвались к границам, вот, но как-то не рвутся к границам эти мигранты. Во-первых, сейчас коронавирус. Коронавирус пугает всех, а в таких странах, как Турция, например, где лечение практически нулевое, и люди достаточно просто заразиться, чтобы умереть почти, почти, так сказать, без каких-либо шансов на выздоровление, люди стараются не лезть, куда попало, с одной стороны. С другой стороны, мигранты поняли, что вот такого легкого прохода уже не будет, а трудный проход не очень. Поэтому часть нелегальных иммигрантов, несколько тысяч прибыли на автобусах, их подвезли на автобусах, турки подвезли их в турецкий город Адерне и пограничный город Ипсала, вот, но уже в июне мы видели видео, которое показывают греки, как греческая береговая охрана патрулирует, и турецкие суда береговой охраны сопровождают шлюпки с беженцами, но греки их не пускают, когда теперь бывают их территориальные воды. И, судя по всему, вот этот новый шантаж турок уже не пройдет и не будет работать. Во-первых, потому что, как я уже сказал, мигранты узнали, что так просто границу не пересечь. Во-вторых, граница стала гораздо более, и, в-третьих, потому что сейчас уже речь идет не о десятках тысяч, как было в начале весны, в конце зимы, а отдельных тысяч. И это, конечно, нужно видеть в контексте более серьезной проблемы. То есть, буквально на днях греки подписали с Израилем соглашение о сотрудничестве по строительству корветных кораблей следующего поколения, которые, как они говорят, должны удовлетворить потребности Афин в будущей морской войне в Восточном Средиземноморье. С кем они собираются воевать? С Кипром? Братским? Нет, с Израилем тоже вряд ли, раз у Израиля заказывают. Мы все понимаем, кто этот слоненок, на которого греки кивают. И напряженность между Грецией и Турцией продолжает расти, а Израиль подписал еще одно соглашение, которое предоставило грекам в аренду несколько беспилотников тяжелых, тех самых беспилотников, которые в свое время прославились тем, что летали из Израиля в Судан и бомбили там конвой с террористическим оружием, при том, что это были беспилотные самолеты. Все это делали за тысячи километров от Израиля. Теперь греки приобрели нескольких таких в аренду, у Израиля таких беспилотников. И это, опять же, нужно видеть как часть еще более глобальной проблемы. С одной стороны, у нас есть Эрдоган, который, видимо, внутри себя он уже себя объявил султаном, он уже видит себя султаном возрожденной Османской империей. И все остальное его мало касается. Буквально сегодня они отменили музейный статус Айя Софии, Святой Софии, важнейшей святыней христианской, которая была храмом православным, христианским православным храмом на протяжении почти тысячи лет. Потом 500 лет она была мечетью, когда османы захватили Константинополь. А затем на 100 лет Ататюрк сделал ее музеем, потому что Ататюрк был человек светский, он понимал, что от ислама одни только проблемы. Он сказал, Айя София, спорный вопрос, пусть будет музей. И она была музеем до сегодняшнего дня. Сегодня Эрдоган наконец исполнил свое обещание, с которым он шел когда-то на выборы. Они это сделали снова мечетью. Но мы понимаем, что если можно взять православный храм, который почти тысячу лет был храмом, потом 500 лет был мечетью, потом 100 лет был музеем, его снова можно сделать мечетью, точно так же можно его сделать снова и православным храмом, а город Стамбул точно так же можно сделать снова городом Константинополь. и о том, что мы находимся в преддверии той или иной военной конфронтации в Восточном Средиземноморье, говорят все более и более ясно. И главными полюсами этого противостояния являются Греция с Кипром и Турция. Но проблемы там не только мегаломания Эрдогана, но и прокладка газа, то есть израильский газ в Европу. Турки не хотят, чтобы этот газ шел из Израиля в Европу, не столько потому, что они не любят евреев, сколько потому, что они хотят, чтобы их трубопровод шел через них из России. И сегодня четко мы видим два лагеря. С одной стороны это Греция, Кипр, Израиль и Египет, а с другой стороны это Турция и ливийское правительство, одно из ливийских правительств, которые противостоят им. Как дальше будет складываться ситуация, будем следить, это становится все более и более горячей темой и все более интересной. Сергей. Спасибо огромное, Александр. К сожалению, программа у нас зависла, видеотрансляция, то есть на Ютьюбе, там, в Фейсбуке вторая часть программы шла только с аудио. Но, во всяком случае, людям довелось услышать информацию, которую вы поделились. К сожалению, трансляция на Фейсбук забирает слишком много ресурсов, очевидно, поэтому программа начинает подвисать, а идет параллельно еще три трансляции на Ютьюб, на Фейсбук и не хватает, очевидно, мощности. Ну, так или иначе, мы, во всяком случае, важно было услышать. В первой части программы увидели импозантного Александра Непомнящего и послушали его, а во второй части просто послушали. Спасибо огромное, Александр. Спасибо и до встречи в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok